И лев объяснил своим лапам. Надо идти. Лапы промолчали. Он понял тяжкую в них усталость. Надо, попросил лев. И лапы взмахнули длинное тело в тьму, без запахов, звуков и цвета. — Я устал, — сказал желтый лев. — Но и для смерти нужна опора. Здесь негде остановиться или упасть. Тело отозвалось, согласно дрогнув хвостом. Но лапы не согласились, что смерть правильнее пути. Даже если ищешь саванну так долго, что помнишь о ней, только желтая. — Я ищу желтая, — повторил себе лев, — чтобы не заблудиться в поисках Родины. Там, где в последний раз на землю брошена красный день, желтого льва. Постук звериная, осторожная. Оттуда, где кончается грань, прямого угла. Туда, где начинается мгла. Идет лев, беззвучные шаги. И с тьмы через тьму он ищет свой цвет. Что так бездонно молчит позади. Слезы, слезы, слезы. Меня еще много. На мне живут лапы, грива и хвост. И кисточка на конце меня. Я буду им себя говорить. И не стану один. Лев был, как месяц слеп, но знал, что должен путь резать огнем лапы следов. Лапы хромали шаг и стесняли грудь, ломающую камни ветров. И красную тень. Туда, где еще может быть и день. Идет лев, хотя бы затем. Чтоб вера жила, чтоб жил его цвет. Чтоб не кралась по пятам его тень. Свет, свет, свет. И красная сафари на желтые лапы, гриву и хвост. И кисточку на конце хвоста. И значит должен путь через тьму резать лапы следов. Кисточку на сфер.